Ну вот, дорогие друзья, на сегодня и все. Шучу, шучу, мы только начинаем. Поэтому берите чай, печеньку, подсаживайтесь поближе. Поехали! Старый Аид приходит до врача и говорит, Соломон Львович, я уже не молодой человек, решил жениться. Поздравляю. У меня такая молодая, красивая жена. Говорит, ой, если бы вы видели, это ножки, эти грудочки, эти глазики, это что-то с чем-то. Говорит, ой, поздравляю. Да что поздравляю? Я же слаб, не могу с ней по-мужски. Помогите мне, пожалуйста. Ну чем я вам могу помочь? Я заплачу любые деньги. Помогите. Говорит, ну что я вам могу посоветовать? Можно, можно пить пчелиное молоко три раза в день, только регулярно. На протяжении года нужно каждый день пить пчелиное молоко. Оно дорогое, конечно. Ну, что сделаешь? Я думаю, через год вы сможете жужжать. Но жалить вряд ли. Проститутка была настолько страшная, что дальнобойщик Вася сначала подумал, что сбил лося. Чукча побывал в отпуске, вернулся домой, забегает и говорит, Джин, ааа, я был, знаю, что в Индии есть камасутра. У нас тоже будет камасутра. Говорит, что такое камасутра? А камасутра, это как трахаться. У нас будет с тобой два поза. В юрте и за юртой. Молодой человек, хватит мне уже тыкать. Я вам не девочка. Извините, Светлана, я просто никак попасть не могу. К гинекологу приходит гражданочка и говорит, доктор, вы знаете, я уже так больше не могу. Вот вы мне можете посоветовать, чтобы я со своим Фимой чтобы я не забеременела. Скажите, у какой пози нам нужно заниматься любовью, чтобы я не забеременела? Да я вас очень прошу. Это элементарно. Вы ложитесь на диване, а ваш Фимой ложится на софе, и все. Молодая семья после первой брачной ночи сели утром завтракать. Молодая смотрит на своего мужа и говорит, да, и ешь ты тоже как кролик. Звонок у полицию. Алло, это полиция? Да. Здравствуйте. Вы знаете, тут авария произошла. Человека катком в асфальт закатало. Называйте адрес. Дерибасовская восемь, девять и немножечко десять. Будьте здоровы. Это вы мне? Ну да, вам. А я что, чихал? А что, нельзя, блин, просто так пожелать здоровья хорошему человеку? Да чтоб ты сдох, козел, блядь. Все настроение испортил. Андон. Дорогие дамы, запомните, перегар у мужчины это от того, что у него что-то доброе, светлое, внутри перегорело. Я тебе скажу, если стать между двумя девушками с одинаковыми именами, то можно загадать желание. Да? А если между ними лечь? Ага. Ну так все, желание исполнилось. О, Семен Маркович, привет, как дела? Ой, Боря, Боря, что сказать? Все сгорело. Все, дом сгорел. Швейный цех сгорел. Военный билет, что я купил сыну, тоже сгорел. Сонечкины буги расплавились. Шо вы говорите? Ужас какой. Ай-яй-яй. А как вообще? Слушай, Света, я сегодня видел тебя с какими-то мужиками. так это с работы, милый. А, че ты? Извини, все время забываю, что ты у меня проститутка. Студент пришел сдавать экзамен, ничего не знает, ну и решил наехать на профессора, говорит, профессор, вы понимаете, вы понимаете, у меня вот несколько слов, очень сложных слов, для меня поэтому остались некоторые моменты загадкой. Какие слова? Ну вот, дилемма. Что это за понятие такое дилемма? Говорит, ну как вам объяснить? Я вам на примере расскажу. Говорит, да, слушаю вас, профессор. Ну вот смотрите, представьте себе, что вы лежите на кровати, шикарная постель. Представили? Да. Вот справа от вас шикарная блондинка, с пышногрудой такая, бедра. Представили? Да. А вот слева от вас гей. Представили? Ну да. И вот дилемма, теперь дилемма. Кому вы повернетесь спиной? Муж с женой поругались, уже несколько дней не разговаривают. Муж пишет ей записку. Разбуди меня, пожалуйста, в 9.30. Просыпается, а на часах 11.40. А на тумбочке записка. Вставай, а то проспишь. Рая, это просто что-то из ряда вон выходящее. Что случилось, Соня? Что случилось? Фима обманным образом склонил меня к интиме. Так ты шо? И как он это сделал? Он сказал, что мне понравится. Вася, ты когда себе зубы вставишь? Чё свыше? А никогда. А чего? Хе, я посмотрел цены в стоматологической клинике. Так я тебе так скажу, блендер дешевле. до портного приходит клиент. Говорит, ну, Ефим Львович, как мои штаны? Мерайте. Ну, наконец-то, наконец-то, полгода шить штаны. И тот мир говорит, ну, и как вам? Да, хорошо. Хорошо, да, хорошо. Ну, я не понимаю. Полгода шить штаны. Вот Бог, он за 7 дней построил все, землю. А вы полгода. Тихо, тихо, не надо кипишевать. Вы посмотрите на этот мир и посмотрите на эти штаны. Галя так переживала за первую брачную ночь, что провела 5 репетиций с соседом. Ну, а вот теперь действительно все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте несколько комментариев. Увидимся завтра.